Господи, Благослови! Господи, Благослови! Проходите, берите. Воймёт Зайца и Святаго Духа. Аминь. Смотрите за ручки. Аминь. Матфея, 13 глава, 1 по 2 стих. 13 глава, 1 по 2 стих. 14 глава, 1 по 3 стих. Глава, 3 стих. Сейчас мы здесь именно о притче со мной. Притча очень длинная, и мы несколько будем глаз читать. И поучал их много притчами, говоря, вот вышел, сеете ли сеять? Это вот третье. Прочитали, да? Да, да, да. Телетолкование, уважаемого сестра. На горе простому народу говорит без притчи. А здесь в присутствии коварных варисеев говорит в притчах. Да, бы хоть потому, что не понимают, сделали мы вопрос и получили вразумление. С другой стороны, им, как недостойно, и не следовало ясно предлагать учения. Поверьку не должно повергать бисер перед свиньми. Первую притчу извлекает такую, которая наиболее способна возбудить внимание слушателей. Сеятель называет себя самого, а семенем – слово свое. Вышел же он не на одно какое-либо место, потому что был везде. Но так как он приблизился к нам плоти, то и говорится, что он вышел, что он вышел. То есть из отеческих недр он сам вышел к нам, потому что мы не могли прийти к нему. И для чего же он вышел? Для того ли зажить землю по множеству терния? Или для того, чтобы наказать? Нет, для того, чтобы сеять. Семя называет он своим. Ибо и пророки сеяли семя, но не свое, а Божие. Он же, как Бог, сеял собственное семя. Вот смотрите еще раз, третья глава внимательно. Какие вопросы? Разберем сначала, да? Поучал их притчами. Вышел сеятель-сеятель. То есть сеятель – это сам Господь Иисус Христос. Что он сеял? Слово. Семя – слово. Слово Божие. Да. Здесь еще. Сеял он как? Зададим вопрос. Да? Как он сеял? Сеял всем. Да, говорил всем. Говорил для всех. Здесь вот, как предварительно, раньше он же много проповедовал, где был простой народ, поясняет Блаженность и Сила, кто он говорил без критчей. А где княжники-фарисеи, поскольку они лукавы были, они всегда уловить его хотели, искушали его. И поэтому, чтобы на них, как бы тоже любя и жалей их, он хотел, чтобы они тоже обратились, покаялись. Чтобы не было на них больше греха, он поэтому говорил в притчах. Для них должно быть, понятно. Ну и поскольку все-таки еще он Господь, Сын Божий, да, если раньше говорят пророки, он, например, пророк Иеремия, в Ветхом Зарите, если читаем, он проповедовал, когда говорил, народ обращался, если он говорил Слово Божие, то он не говорил от себя, а он говорил, так говорит Господь. То есть пророчество. Господь говорил ему, пойди и скажи народу. То есть он говорил Слово Божие не от себя, как бы, да, а от того, как Господь ему сказал. А здесь уже Иисус Христос говорит свое. Потому что он есть Бог, да, и он Слово. Следующая, дальше мы читаем, та же голова, с 4 по 6 стих. И когда он сел, иной упал при дороге, и на лице птицы поклевали то, иной упал на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Пояснение, блаженному Фессилакта. Означенные Словом при дороге, то есть люди ленивые, неразивые, которые совсем не принимают Слово, потому что мысли как бы утоптанная и жесткая дорога, нисколько не спаханная. Поэтому семя Слова похищает у них птицы небесные, то есть духи воздушные, весы. Под каменистой землей, разумеется, те, которые внимают Слово, но понемщи своей, не борются с искушениями и скорбями, и продавши спасение за мирские блага, погибают. Под высиявшим Солнцем должен разуметь искушение, ибо зной солнечный изображает искушение. Сверх того искушение подобно Солнцу, освещающему сокровенные места, обнаруживают людей и показывают, каковы они. То есть, первое, значит, все условия о дороге. Здесь две категории людей. Первое, значит, при дороге. Второе, на каменистые места. То есть, при дороге совсем люди не принимают Слово Божие, да? Вот на дорогу птицы налетели, поклевали. То есть, как бедство на нас приходит к человеку и похищает это Слово. То есть, почему у нас, мы говорим, когда и в храме бывает слышим Слово Божие, да? Или когда нам кто-то где-то проповедует, мы вроде пока ставим, слышим, потом ушли и забыли. И не сохранили у нас памяти, нет, мы вспомнить не можем. То есть, это нужно относить каждый сам к себе. Приняли мы Слово Божие, трудились мы над ним. Ну и также это мы вот когда раздаем, да, Евангелие, тоже, я так думаю, я, например, по себе тоже разделила людей на четыре категории. Главное, как-то так само по себе получилось на практике. А потом, когда сам притчу читать, оказывается, там на самом деле четыре категории. То есть, есть люди, которые вообще не принимают. Сразу и руками машут, и отталкивают. Ну, там, получается, они, я так думаю, первый взгляд у них вообще изначально предвзятое мнение, как это Игнатий Тихович говорит, есть хорошее выражение у преподобного Исидора Пилосиота, который говорит, что предвзятое мнение не дает здравоосуждение, а Бог вообще отнимает разум. То есть, получается так, в жизни на опыте, когда, например, я по себе скажу, если Евангелие ходила, я тебе раздавала, да, подходишь, вот, как-то зашла здесь недалеко в магазин, там, так, я зайду, только зашла. И слово Евангелие сказала, еще ничего не могла добавить. Она уже тут же и растерялась, и напугалась, и начала знать меня. То есть, она приняла меня за сектантку, да, изначально уже еще ничего не знав обо мне, то есть, у нее уже получилось вот это предвзятое мнение. То есть, бес уже к ней подошел и вложил какую-то свою мысль нехорошую, и она ее приняла. У нас же часто так бывает. Вот, и второе, первое, значит, при дороге птицы склевали. Второе, значит, это на каменистой почве, но поскольку земля была не глубока, земли мало, скажем так, да, оно, может, и зашло, но поскольку зной, солнце, оно убяло, погибло, то есть, опять не принесло плода. Это тоже, я так понимаю, люди есть, которые, Евангелие, они говорят, носки, не берут его, вроде бы они не отвергают, они вроде готовы принять, но в то же время брать не берут, говорят, вроде бы есть, но там неизвестно, есть ли, нет ли, читают ли они, нет ли, труицы они над ним, нет ли, но факт то, что они отвергают, то есть, получается, все равно они тоже где-то, наверное, мысль допускают, вот такую же тоже, как припратную, враг также работает, вот, мне с вами понравилось, я тут слушала одну юпидскую, как он говорил проповедь, что человек сам по себе, если добрый, он не может быть сегодня добрым, завтра злым, если он добрый, он всегда должен быть добрым, если он злой, он, получается, всегда злой, потому что само добро, оно от Бога, и когда, говорит, Господь говорит, вы любите Бога, да, и ближнего, когда, вот он поясняет, когда мы любим ближнего, мы, значит, любим Бога, а если ты не любишь ближнего, даже, вот, любого, хоть начиная с своей семьи, не говоря уже вне семьи, да, значит, ты не любишь, по большому счету, Бога. Хотя тут, вред человек приносит, все равно это, да? Ну, это не важно. Не важно какой. Мне кажется, сложно время, это тоже меньше человека. Да, солнце, еще я, солнце здесь, что такое солнце, поскольку солнце дает свет, и мы в Евангелии есть там такой момент, что Господь говорит, я и есть свет, и в другом месте там есть, говорит, не идут к свету, да, обычно люди, которые стремятся к Богу, очистятся от грехов, да, мы же идем к Богу, когда мы признаем себя грешниками, мы хотим очиститься от греха, и мы и читаем Евангелие, мы стремимся к Богу, и мы идем к покаянию. Вот, а те люди, которые, грех их обличает, скажем, Евангелие они не хотят, и оно их обличает. Вот я, например, в больнице мы были, как-то раздавали Евангелие, да, на следующей неделе пошли, и там смотрю, мужчина, ой, нет, он уже не хочет, он его читал, он уже слышал, то есть, получается, он взял это Евангелие, начал читать, оно начало его обличать, ему это не понравилось, он его закрыл. Вот, я поняла так, что Евангелие-то, может, они не берут, они сразу, может, взяли, как, ну, в итоге, поскольку оно обличает, как солнце, высвечивает все места, так и Господь, Он как есть свет, как Он образ солнца, да, образ свет, Он высвечивает в нас в человеческих всяких грехов. И также Слово Божие, поскольку Евангелие, оно тоже высвечивает в нас наши грехи, оно обличает нас. Вот. Есть еще какие-то вопросы? Есть пока? Нет? Дальше, вот, с 13 по 7, о, это, 13 глава 7 стих. Угу. Иное упало в терния, и выросла терния, и заглушила его. Господи, помилуй, блаженные, значит, Веселак толкует так. Это те, которые заглушают слово житейскими заботами, так богатые, хотя, по-видимому, он делает доброе дело, но его дело, которое препятствует житейской заботе, не растет и остается безуспешным. Ну, здесь терния, это, то есть, сорная трава, скажем, сорнян. Это, как я говорю, вот, у кого дача, огороды, то, что посажает, вроде посадил, там спахала ровная земля, да, а потом выросла, что там сажал, вместе с этим, и сорняк вырос. Но, если, говорит, сорняк, мы не пропалываем, то он может заглушить семя, да, любой же, какой бы мы семя не писали, образ, так и образ здесь, что, что, скажем, как третья категория уже, да, мы первые при дороге, потом на каменистой, потом в тернии, это уже третья категория людей, да, солнце. в тернии, это, имеется в виду здесь, когда солнце увяло, подожди, ты не забегай, от тернии, от тернии я говорю сейчас, подожди, от тернии, семя посадили в тернии, мы читаем, это мы должны трудиться на своем, как, сердце, как бы образ поля, наше сердце, если семя, слово, которое мы услышали, оно в душу нам западает, в сердце, да, мы его держим, мы над ним трудимся, как вот на огороде, обрабатываем, пропалываем сорняки, если в себе мы трудимся, скажем, у нас есть исповедь, если мы грешим, да, то мы калимся, идем на исповедь, вот, очищаем свое сердце от грехов, стараемся стремиться к считать всех связок, пропалываем почву, вот, нужно до почвы пропалывать, если мы пропалывать не будем, как вот третья категория, они не стали пропалывать, и семя у них заглохло, оно не принесло плода, не выросло оно, то есть мы с грехом должны бороться, с одной стороны, да, и в то же время, как говорит, Господь, и святые поясняют, учат нас, что мало, скажем, не грешить, не творить зла, но нужно еще и добро делать, то есть с одной стороны, не грешить, не делать зла, с другой стороны, делать добро, то есть творить добродетели, потому что, поскольку у нас есть страсти, разные, да, там, ну, самое распространенное, это и табакокурение, и пьянство, да, наркомания, но чрево в воде, все тут, и противное, мы должны наслаждать, заменять их себе, надержанием, постом, молитвой, трудиться надо, надо этим, да, чтобы принесло, ну, забота житейские, конечно, тут без забот никто не живет, Господь говорит, не отвергал, именно труд же, не отвергал, он же так же, тоже трудился, он был сам плотника, сказал, трудиться мы должны, но мыслью мы должны быть Богом, то есть руками делаем, а мысль с Богом, то есть всякий труд, он по большому счету, мы должны его с молитвы начинать, да, с благословения, с благословения кончать, и вообще по большому счету, мы должны все творить, во славу Божию, да, и любой труд, да, любое служение, как сегодня священник в храме говорит, мы вот тоже должны друг другу служить, каждый, кто чем может, да, Иной упал на добрую землю И принесло плод Одно во сто крат, другое в шестьдесят Иной же в тридцать Кто имеет уши, слышит Здесь уже идет четвертая категория Господь разделил весь мир на четыре категории Еще раз повторимся Первое при дороге Второе на каменистую почву Потом в тернии И на добрую землю Вот на добрую землю оно когда-то приносит плод Ну как бы образно у нас вот говорится Тридцать там крат, да Шестьдесят, ой, сто, шестьдесят и тридцать Я все так думаю Это Игнатий Хочу нас приносит плод сто крат Но если есть, то прям по Евангелию Ну мы, дай Бог, там где-то чуть-чуть Ниже тридцати, я с тобой Ниже тридцати У каждого, конечно, свои дары Свои таланты Сейчас как толкует блаженную связь и лак Три части семьи погибли Которые мы впереди читали, да? Уцелела только четвертая Ибо немного спасающихся О доброй земле говорит после Дабы подать нам надежду покаяния То есть здесь, сейчас вернусь опять пояснить Сначала он говорит, как бы Первый не спасается Вторый не спасается Третий не спасается И уж мы, как бы, чтобы не впали в уныние Мы же сразу можем обраптать и сказать Ой, а кто же спасется-то? Поэтому он же потом все-таки говорит, чтобы мы не впали в уныние Спасается, спасается, но мало Либо там в другом месте Евангелия есть мало спасающихся Не бойся малый сад, говорит Господь То есть спасающихся Всегда мало Даже по этой притче Из четырех частей только означает Три погибают Так Ну, добрая земля приносит плод, да? Чтобы нам иметь надежду Чтобы всякому можно сделаться добрую землей Хотя бы кто был и каменистой земля Или лежал как дорога и попирался демонами Или же был бы тернистой земля Не все принявшие слова приносят плод одинаковый Один приносит Кто, например, тот, кто совершенно нестяжателен И ведет строго подвижническую жизнь Другой 60 Это, по моему мнению, общежительный монах Который еще и житейскими делами занимается Третий приносит 30 Это человек, избравший честный брак Если всевозможным усердьем упраздняющийся в дом родителей Смотри, благодать Божию принимать всех Как много, так мало и средства, приносящих плод Это я пояснилась Уважаемый, он здесь благ почитает Имеющие духовные уши должны понимать это духовно То есть мы сейчас опять разбираем Смотрите Господь, когда пришел, он сеет везде То есть и на каменистую, и в тернии, и при дороге И на добрую То есть поскольку он Бог, он желает всем спастись Он поэтому семи сеет везде И он сеет также всем Не только бедным там, да Или скажем, богатым Или какой-то одной категории людей, да Пред Богом все равны, да То есть Господь сеет для всех Но не все принимают А как бы это уже зависит лично от человека Поскольку, говорит, мне в зрательной лепестке говорят Каждому человеку дана свободная воля И человек должен принимать сам Господь не насилует Он посеял Слово Божие, да А оно, видите, дошло до нас Через Евангелие, через предание Мы слышим это в храмах Но сейчас из телевидения, из всяких православных передач Очень много, да Слово слышится Оно везде проповедуется Но уже от нас зависит Тот, кто примет Вот он, например, поясняет, что Сто лучше для благословения Вот я хотела сказать Первый, значит, тот, кто во сто приносит Крад в плод, да Я говорю, вот, Игнатик Ильич хороший пример То есть он подвижник Он нестяжателем Соблюдает все посты, молитвы Вот И Пример про себя Хороший пример для нас, да Что У нас, конечно, много житая святых есть примеров Тоже они, как он говорит, герои веры Многие отрекались всего Но Когда житая святых читаем мы Но нам не хватает тяжелых примеров Нам лучше, когда мы видим именно живой пример Нам легче Когда рядом кто-то с нами, кто-то из нас Кто-то, вот мы видим, молчу поститься Я, например, был у меня так В деревню приезжала всегда Когда еще мама жива была Приедешь А мы с детьми летом и в июне обычно Вот когда пойдут ягоды А ягоды так хочется, молоком Все же любят И мы приезжаем всегда пост Хочешь, не хочешь Петров пост И Нужно было поститься Они Мама за ягодами ходила Очень любит Я всегда удивлялась Как она в возрасте Бабулька на пенсию уже Побежит Ну, где-то, может, часа два Пока она дошла, пока вернулась И пластмасса вошла в ведро Один слиток И она уже набиралась Как она быстро его набирала Вот она принесет С молоком Не всегда же поститься А так смотришь на них А знаешь, пост нельзя Хочется И я вот в вещь не буду Приедешь Она мне всегда говорит Да у нас никто не постится-то Ладно уж ты Чего ты постишься-то И вот она меня всегда искушала Я гнидила, да Чтобы кто там постился У нас никто не постится И вот она мне всегда искушала Типа это Ешь с молоком Ешь, да, с молоком А я говорю Нет, нельзя, пост Я так ела Так С водой С песочком С песочком Вот такая вот притча Ну, она еще С чем я хотела Сказать, перекликается Опять хочу вернуться Напрямую Связанно с благовестием Если, например Раньше Господь Сам пришел, да Он сеял свое слово И он сказал пример Он избрал апостолов Апостолов Поставили Епископов Но там сказано Всем Идите проповедуйте Вот сегодня день Рано апостоле Марии Магдалины За ее молитвами Господь разумит Помилует нас Чтобы мы были Подобны ей Потому что сказано Для чего нам Свят святых Чтобы мы Брали с них Тоже пример В чем Какой пример Как сегодня Вот на мной В храме Читали Она простая Женщина была Да Но она Именно апостолов Возвестила Что Иисус Христос Воскрес То есть это была Благая весть Благовестница И она у нас Как считается Как равна апостолам То есть равна апостолам Апостолам же Просвещали Дальше После Господа Иисуса Христа Просвещали Весь мир Обращаясь Из язычников Да Несли Благую весть И вот До 20 веков У нас И церковь И святые И священники Сейчас надо Проповедовать Слово Но Что интересно У нас Много И сект И ереси Которые Тоже Как бы Проповедуют Евангелие Вот мы Сейчас Хочу вернуться Раз Господь сказал Идите Проповедуйте Всему миру Здесь Получается Как бы Небольшая скорбь У меня Например В последнее время Когда мы стали Скажем Благовествовать Да Раздавать Евангелие Взять пример С рапостами Марии Магдалины Да Что мы тоже Должны Людям нести Как же Мы должны Приносить плод То есть Если мы услышали Это слово Раз Господь Всех любил Всем заповедовал Идите Проповедуйте Но Если мы Как он заповедовал Нас Любить и ближнего Любить друг друга Значит мы тоже Должны Друг друг Желать спасения А спасение Без учения Невозможно Потому что Вера от слышни А от слышни От слова Божия Послание Римлян 10 17 То есть там Прямо сказано Как человеку верует Любовь Если он не слышал Евангелие Значит ему нужно Рассказать Он сказал Должен его услышать Не всякий Придет в храм Не все же ходят В храм Я например Хочу К чему хочу Сказать Что Недавно Я встречалась С двумя Скажем С сектантами Одна из бахтистов Другая Наверное Яговисти Да Мы так встанем Решили По Скорее всего Так Потому что Тай И крест не носит Да Вот мы Разговаривали Собрание Называется Потому что Они встречаются Икон нет Крестов нет Говорят Собрание По субботу Может субботники Даши По субботу Суббота Суббота Ну Ближе был Конечно К Игорь Но не важно По сути То что Все таки Они вне церкви И вот мы с ней Разговаривали Пытался Объяснить Вы знаете Евангелие Хорошо Что интересно Евангелие они знают В отличие от нас Православных Начинаешь С кем разговаривать Никто Евангелие не говорит Не принято Ждать С сектантами Мы встретились Девушка молодая И у нее Только Все мысли О Евангелии То есть человек Если он Хочет спастись Он Христов Во Христе Духом Святой Вадимой Он и должен То есть Евангелие У него этот труд Оно должно быть Спасываться На первом месте Мы должны Быть этим словом Пропитаны Да Мы должны Изучать Читать И говорить Извещать другим А как мы будем Извещать Если мы сами Его не читаем И вот я хочу сказать Мне ничего понравилось То что мы с ней столкнулись Она знает А Евангелие Начали говорить Ну конечно У нас пошли расхождения Потому что Я говорю Мы исповедуем Святую Троицу Бог Отец Бог Сын Бог Дух Святой А нет Бог Отец Признают Бог Дух Святой Ой Бог Сын И Сын И Сын И Сын И Сын И Сын А Дух Святого Нет То есть они По-своему Уже трактуются Я и хочу Объяснить Но Ты пришла Евангелие Читаешь Ну что интересно Да Евангелие Она говорит Что они Толкуют его Своим словом Здесь еще Мысль Главная какая Что Евангелие Нельзя своим словом Не принято Мы славимся На святые И канонизируем Нашу церковь Которые были Водимы Духом Святым Почему Потому что Господь Евангелие Он когда ставил Он избрал Апостолов Учителей То есть он Поставил Учителей Для церкви А они Получают Своим умом То есть она Берет Как она Я по сотам Нахожу Любую информацию Библию Евангелие Беру и читаю Я говорю А как ты Своим умом А если Своим умом Вот смотри У нас сейчас Говорят 20 тысяч Наверное даже больше Наменований Секса Откуда же они Говорят берутся И дробятся От того что Каждый берет И своим умом Отсюда А его Мы не толкуем Своим умом Его Сложно понять Своим умом Потому что Мы еще Сердце У нас не очищено Сердце Каменистое У нас Мы еще не знаем Себя мы еще не знаем Чтобы Благословаться И идти к спасению Надо сначала Себя разобрать Себя узнать А себя Как мы познаем Опять с чем сравнивать Мы сравним Себя Господь Как говорит Сейчас 1 Коринфян 4.16 Апостол говорит Умоляю вас Подражайте мне Как я Христу То есть апостол Призывал Чтобы мы подражали ему Он подражал Христу Ну то есть Можно сказать По вашему счету И мы должны подражать Христу Вот И апостолам И Христу И святым И вот Равопостной Марии Магдалине Хотя бы Да К чему Чем мы должны подражать Часть святых Для чего нам Пример Является Оказали Пример Для благовесия Для спасения Чтобы мы друг другу Помогали и спасали Поэтому я говорю Евангелие мы раздаем Но Люди не принимают То есть они отталкивают Если Евангелие Вместо мне нравится Еще Притча 28.9 Кто отклоняет дух Свою отслышание Закона Того и молитва Мерзость Здесь получается Не все люди знают Они думают Ой Я сама Веру у меня и в душе Я сама там помолюсь Я сама себе То есть своим Душой веру Как ее глубоко понять Можно конечно придумать Себе что угодно Но зачем изобретать велосипед Когда он уже изобретен Зачем что-то сидеть Измышлять Своим нечистым умом Скажем Нечистым сердцем Когда проще Принять уже То что святые И нам проще уже будет Себя По Евангелию Сопоставить И стремиться Я несколько раз кричала Дома моются А в церкви не уходит Вот моя знакомая Заялась Матью Мерзотов 90 лет Она очень Громче 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 Говорит Я лишнюю Ну вот И говорит Мама никогда Она очень верила В 90 лет умерла Но в церковь не ходила Я промолчала Она сама не уходит Я промолчала Еще хочу сказать Скоро пять человек Появляется Вот Александр опять Они видите Нам в упрек ставят Вот нам лично Что вы православные Не благословите Почему они соблазнились И ушли Потому что У них Евангелие изучают Они любят Они живут Этим Евангелие А у нас этого нет Опять У нас в храме Прополь стояли Там послушали Ну 15-20 минут Да Разбежались И опять забыли Потому что не собирать Вот как мы И не разбирать Евангелие Наши Христиане Баптисты А баптисты Только собирались Баптисты Опять спросила Ты говорю Кем раньше Была Сразу баптистской Она говорит Нет Мама была православная Я говорю Ну и тебя на им крестила Она да Крестила меня Я была в православии А потом Ну вот ушла К баптистам Опять К чему ушла Потому что человек Любит Евангелие Стремится к Евангелию Мне интересно Что там Батюшка Сейчас с ним Посмотрите Батюшка в храме Там я снялась Батюшка в храме Мне объясняет Там Вот у нас Если воскресные Сейчас школу проводят Я сама одно время Ходила Вот наверх Мне не нравится Но я чуть-чуть Ходила только Возьми скажи Перезвой Туда Вы Перезвой Они Полюшки Я взрослых Вначале я ходила Но потом же Нет возможности Не стало Сейчас же не каждый Мет возможность ходить Вот у меня одна знакомая Она сказала Мы ходили Мы весь год изучали Всему веру Ну то есть они И изучать-то можно По разному Там именно конкретно Нужно изучать Евангелие И притчи Изучать их так Чтобы приблизить К себе К своей жизни Ведь людей интересует Как сегодня жить Как сегодня спасаться Потому что Почему многие говорят Мы Евангелие не понимаем Мы не читаем Нам не интересно Потому что не понимаем Вот с вами читает Опять стою на службе Слышу Читается Евангелие И читается как Евангелие Священный читает Повторей Спиной к народу Ничего не слышно Да? Плохо Потом идет Каждый день И каждый день Вот с этими Позвонками Колокольчиками Колокольчики Зранят И вообще Оно мешает Служить Оно отвлекает Многие вещи Лишние Мне кажется Если бы вот Священники Выходили нам вон Лицом к народу Читали И была тишина И громко И внятно И понятно Не порожено Вот еще Причем с толкованием Если бы они сразу Читали И желательно Блаженного фефилакта Сам улучшит Толкование Я считаю Толкование Был бы на папку Толкования у нас Мало бывает И иногда Они Изъясняют Ну Что-то Наверное Упускают Я например То что увижу Блаженного фефилакта Придешь Там не услышишь Поэтому Мне нравится Найти Хочу Всегда Всякое событие Все Евангелие К себе применяет И мы должны Его применить К себе Вот как мы трудились Вот сегодня Мы слово слышали Своей равнопостной Марии Магдалины И как мы должны Его применить То есть мы должны Возвещать своим Братям, сестрам Родственникам Семье Опять Как семья должна Трудиться Примером У нас мы сидели В свое время На ошибке Как мы делали Мы женщины Мы начинаем тянуть Настаивать Спорить Ругаться Детей насильно Там мужа насильно Мы хотим Чтобы все сразу Смирились Слушали нас А сами еще Не смирились Сами еще Не такие Вот А нам нужно Мы всегда Сидел Особенно женщине Наверное ошибку Что мы вот такие Сразу активные Хотим сразу Всех Спасти А тут не получается Тут очень большой труд Нам самим Сначала научиться Надо спаститься Молиться Читать Евангелие Изучать Углубляться Поменьше бегать По парикмахерским Всяким Как у нас весна Лет приходит Женщины Все Ногти Нам надо Нам Лицо Косметика Украшения Ничего только нет И придешь В храм И смотришь Вроде одета Некоторая приличная Юбка длинная Закрыта Но смотришь Ногти Накрашены Одно с другим Но с одного Истачника Не может теть Соленая Или сладкая Вода То есть Либо она соленая Либо сладкая Если ты хочешь Я считаю Господь И сотворил человека По образу своему Да Он Мы не должны Приукрашивать себя Исправлять Бога Как будто он что-то Не так сделал Да Мы должны жить И оставаться такими Сохраняться такими Не этого А мы же что Начинаем Уподобляться миру Как мир Мир красится Мы красимся Они модно И мы за моды гонимся Они там Салоны Всякие моды Применяют Что только нельзя Сейчас и прически всякие делают А мы даже не можем Ладно прически не делать С возрастом Особенно мы Некоторые Не могут жить Без покраски волос Я говорю Ты как повязал платок Если ты христианка Там тебе учения надо И экономии сколько И краситься не надо И в парикмахерскую ходить не надо Но некоторые скажут Как я вот с учителями разговаривала Особенно Они меня не восприняли Ну уж ты уж слишком Это как ты Я должна там не релять Что ты такая Я говорю Ну я при чем здесь Ты будь аккуратной Чистой Не ряхай Не ряхай Ну я же не говорю Ходи грязные косматы Они так сказали Не ряхай Не покрашены там Седыми волосами Но это же все естественно Человек стареет Человек меняется А почему Потому что тщеславее Мы боимся Чтобы о нас подумали плохо Мы хотим Чтобы о нас Думали хорошо Но и так не бывает Мы же грешники Почему-то мы Себя Хотим так Чтобы все о нас думали Какие мы праздники Какие мы хорошие А на самом деле Это ведь не так Я тоже говорила Если ты плохо оденешься Подумай Я не говорю Очень хорошо одеваюсь Вообще говори Не обязательно одеваться Там жили мы Большие Вот Игнатихич Вообще пример Настяжания Мы не говорим Конечно Что мы должны За оплату ходить Никто об этом не говорит Но Стараться Скромно Если Вот Год Два Три Поносишь У нас Некто и год Не выдерживают Сразу Каждый год Менять Вещи Выкидывать Если Возможно Такая Есть у них Но Ты не выкинь Ты поди Подай Кому-нибудь Может еще Она пригодится Кому-то В целом Не перфейти Есть люди Которые Многодетные И Требуют Семьи одежды Все Кругом пожар Собирали Пожар А то Бойкинят Одна мне Рассказывала Даже Ротильники Хорошо Других Хорошо Других Жили И Закапывала Не давала Когда-то Закапывала Вещи Вещи Закапывала Да Заманов Всего не надо А закапывала Мало Одевала Как-то Это я Слушаю Первый раз Я знаю Что Обычно Когда Сады У нас Лето Полудоносят Яблок Очень много То закапывают Яблоки Они гниют Но ты не допускай До того Чтобы они гнили Пока оно еще висит У тебя же много Ты знаешь Каждый год Одна и та же история Я это не первый раз слышу Урожай большой Но ты смотришь Что урожай большой Но ты поделись с кем-то Но ты отнеси На дом престарелых Сирот Бедным Малоимущим Нет Они лучше выкинут Зароют Хороший что Зароют Нет Ну что Она упала Яблок Яблоко только упало Они не собирают Оно все И они уже закапывают Они допускают До гнили Но можно же не допустить Пол не собирает Оно начинает Я вот просто Споняла У нас одна женщина работала У нее сад большой Она говорит Приезжай ко мне Набери Я помню я ездила А яблоны такие шикарные Вкусные Я не помню Сорт какой Соломешок набирала Как я благодарна Богу Потому что у меня не было Ни дачи Ни яблон То есть вот Она этим могла бы спасаться Что я за нее Благодарна Богу А Господь же как Мы друг друга любим Если мы друг друга благотворим Хоть он же говорит Придется в суд Когда он спросит Наполели Накормили Оболели Оделали Вот этим-то мы, говорю, и должны Уж чем-чем Одеждой Едой Делиться А мы жадничаем Нам все мало-мало Вот все неинтересно В храме встаем Подошла И еще служба не началась Несколько минут Думаю, это служба Я присела И тут женщина рядом со мной Ну, бабульки сидят Одна С другой стороны Говорит Садись ты худенькая Тебе места хватит Так она сказала мне А соседи Слова ее задели Как будто она ее обличила То, что она сказала Худенькая А она сидит Женщина полная Очень полная Ну, у нее свое Может там заболевание Не важно И она уже на одно слово только Сказала целых два предложения Наверное Ой, что это худым Тут и всем хватит Тут и храм большой Тут и места много То есть она уже тут же Свою оправдание Свою защиту Много предложений Рассказала Хотя ее никто не обличал То есть ее сама Совесть обличила Ее задела Ее задела А я уж бы хотела сказать Зачем же так-то Не надо было выделять-то Развлечать-то Но у людей Как то, что в глаза бросается Иногда то Они говорят Не задумываясь Видно, кто очень худой Видно, кто очень полный Это заметно А я все смотрю Постоянно передо мной Сидит Стоит бабулька Подсвечник служит Я все хочу Опять в пример Как вот Игнать Тихонич У них Серафима Гавриевна Ей 92 исполнилась Она такая стройненькая Тоже худенькая И она всегда стоит На всю службу Не присяди И у нас такая же есть бабулька Которая она еще Плюс у подсвечника служит Тоже ей 92 года будет И тоже она не присядет Я хочу сказать Ну ладно У нас тут многие сидят Бабульки Возраст, пенсии Больные С палочкой Ладно, больные У нас тут много же молодых Еще присаживаются Вот А я так стою и думаю Я тут молодая иногда Вроде ноги устают Стоишь же Стараешься ноги в коленки не сгибать